Илья 31 года Илья 31 года Илья 31 года Другой будет ответ или нет? И значит, как вы подружились? При каких обстоятельствах? В день нашего знакомства, как раз таки, мы вместе работали, и Сергей опоздал на работу. А где вы работали? В мегафоне. В рознице. Где работали в рознице в продаже? В рознице. Смешно, что Илья сначала рассказал, где они работают, а потом уже понял, что надо бы это скрыть. Ну, потому что довольно неприятно. В одной торговой сети. Да. Девять лет назад вы работали в Мега. А сейчас? В данный момент без работы. И все равно ждете Сергея. Куда он опаздывает обычно? Начиная от того, чтобы просто пойти куда-то прогуляться, сходить в кино, либо куда-то по делам съездить. По каким делам? У вас нет работы. А как же поиски работы? Да. А, вы вместе ищете работу. Где вы уже искали работу? Я давно сам ищу работу, поэтому мне просто интересно. На различных специальных сайтах. И вот вы ждете, прежде чем войти в сайт, вы ждете Сергея, да? Так после же на собеседование еще съездить. Сергей, давай сейчас входим в сайт, да? Я в сайте, Сергей. Ты меня видишь? Да, да, да. Я тоже здесь в чате. Да. Так, в сайты выходите вместе. Еще куда? В лес, на озеро. Сергей, я в лесу. А я на озере. Вот так конфуз. Надо было заранее договориться, где мы сегодня встречаемся. Блин, у вас жизнь как будто бы из детской книжки какая-то. Первое. Сергей и Илья в лесу. Мы живем в лесу. Вторая часть. Сергей и Илья на озере. Ловят рыбу. Сергей и Илья на сайте. Сергей, что вы ответите на эти обвинения? Бранье. На самом деле. Я выхожу как надо, а его нет. Ни на сайте, ни в озере, ни в лесу. Нигде вообще. Я могу в оправдание Илье сказать. Допустим, вот вы договорились встретиться на озере. Так, приходит Сергей, звонит Илье и говорит, ты где? Я тебя не вижу. А Илья, может быть, в этот момент нырнул. Давайте, значит, вы говорите, что этого ничего не бывает. И вину с вами вы никак не признаете. Нет. Смотрите, друзья, я что предлагаю. Вот смотрите, два довольно взрослых человека. Говорят диаметрально противоположные вещи. Я принимаю это дело, называю его ложь против правды. Вот так. Хорошее название. Владиславь, Владиславь, давайте быстро. Нормальный пацанский суд сейчас будет. Вообще пацанский суд, то, что один слишком долго собирается. Пацанский. Начинаем опрос. Пожалуйста. Опрос Илье. Илья, вы не пробовали тоже приходить на 10-30 минут чуть попозже? Я человек пунктуальный, мне совесть не позволит такого сделать. Ага, пунктуальный и глупый человек. Илья, хотел бы еще узнать у вас, у вас есть девушка, жена? Уже нет. То есть, и поэтому вы весь гнев за опоздание с Рыбатиной Сергея, я правильно понимаю? Они разошлись, потому что Илья Псен на озере пропадает с Сергеем. Или на сайте. Или на сайте. Жена была в ярости. Подождите, давайте все-таки узнаем. Илья, почему вы уже нет? Что случилось? Ну, расстались с девушкой. По какой причине? Не связанное с этим делом. Это вы так думаете. Ну, давайте. Мы свяжем. Главный вопрос, который девушка вам задала. Я или Сергей? Был такое? Ну, было, было. Я хотел просто уточнить. Вы расстались не за довольны, что девушка опаздывала часто? Нет, девушка была пунктуальной. Вам просто не хватает пунктуальности сейчас, да? И вы ждете это от Сергея, да? А нет, Сергей, можно теперь вас спросить. А не было такого, что и трахаться он хочет с вами? Не замечал. Все начинается вот с этого. Типа, что ты опаздываешь, что ты опаздываешь. А потом, что ты в трусиках. Я теперь задумался, здесь стало некомфортно из-за того, что, когда мы встречаемся перед шоу, Константин все время пишет, а где все? Вы скажите, Сергей, это самый главный вопрос. Почему вы опаздываете? Я не опаздываю. Опаздывает или не опаздывает? Опаздывает, конечно. Да какого хуя? Подожди, подожди, подожди. Сергей, ты опаздываешь? Нет. Не опаздывает он. Ну все. Подождите, подождите. Ну-ка, у меня сейчас есть железо против факторов. Илья, скажите, он опаздывает? Конечно. Съели, поняли? Он опаздывает. Понятно? Он все время, он ни разу вовремя не приезжал на озеро. А у меня вопрос. Я уже понимаю коллизию этого дела. Есть ли какие-то документальные доказательства того, что он опаздывает? Да, есть. Пожалуйста. Реально документы есть? Есть переписка в соцсетях. Есть переписка. Прочитайте, пожалуйста. Можно я сам прочитаю? А как же тайна переписки? Тайна переписки. Я врач, во-первых. Что? Нельзя это использовать как аргумент везде. Михаил, вы сбили человека на машине. Так, я врач, не переживайте. Все в порядке. А как понять, кто из вас поцах опасный? Справа мои сообщения. То есть вы и есть поцах опасный. Подождите, как? Поцах? Поцах опасный. Блядь, я бы вообще не приходил. А вы кто вот в соцсетях? Я. Вот вы в жизни, вы Пушкин. А там? В своем телефоне я, я. А вы кто? Я котик. Я к себе обращаюсь. Котик, привет. Ну ладно, дело не в этом сейчас. Котик, что там у нас? Так, я прошу, это мое личное вообще. Итак, поцах опасный пишет. Мяу. Я вышел. Ты выйдешь до Ашана. Еще раз, смотрите, вот ключевая фраза. Да. Я вышел. Ты выйдешь до Ашана. Нет. Я спущусь. Когда подойдешь? Через 15 минут. Нет, какое 15? 21 минута проходит после этого. Когда подойдешь? Выходи к Ашану. Я на мосту. Буду у входа со стороны. Бр. Господи, что они затеяли, хочется спросить. Что они удумали? Поцах. Так ты подходи к подъезду, я только собираю. Понимаешь? Он. Господи, он хочет его домой заманить, как будто бы. Кстати, забыл задать интересный вопрос. Уже дальше не минуту. А, не надо, да? А я прочитал. А тут про наркотики, ничего. Нет, дальше не надо. Ну ладно. Итак, как вы объясните происходящее? Почему он ждет 35 минут? Вы же не опаздываете, Сергей. Да, вы же не опаздываете, вы говорите. А, какой вопрос? Как долго вы дружите? Есть, пожалуйста, документальные доказательства того, что вы опоздали как минимум на 35 минут. Переписка, это документальные доказательства? А как? А что это по вашему? Просто переписка. Может, он придумал себе это? А как он создал? Это первый раз, когда человек говорит нам все, нет, это не так, и у нас нет никаких инструментов, чтобы доказать, что это так. А есть какие-нибудь эксперты в зале по лжи? Или по переписке. Знаете что? Сделать вот что. Сейчас, сейчас. Ну, конечно, он говорит, давай лучше ты со мной будешь дружить, а не с ним. Я пунктуальней. Я не опаздываю никогда. Давай, давай, подружим с тобой. Вот мой телефон. Телефон. Вот такой у меня член. Член действительно хороший, можете не отвлекать нас. Мы хотели с Ильё проделать трюк, чтобы Илья позвонил по опасному подсаку, чтобы у опасного подсака телефон заиграл. Зачем? Я хотел послушать мелодию, какая стоит. А, вы хотели рингтон послушать? Я надеялся. Рингтон опасного подсака. Давно не слышал полифонию. Хорошо. Я предлагаю на этом закончить разбирательство. Прошу. Давайте, я первый, да? Спасибо. Адвокат первый выступает. Нет, подождите, я хочу посмотреть. Что? Подождите. Давайте разберемся. Он опаздывает или не опаздывает? Ладно, ладно. Хорошо. Хорошо. Господин адвокат, прошу. Сергей. Сергей опаздывает. Говорите, вы... Давайте я вам напомню русскую поговорку. Что русские... Русские. Русские. Долго запрягают. Запрягают. Но быстро едут. Понимаете? Понимаете? В первую очередь, это докажет, что Сергей русский, наш, Россиюшка, наш парень. Понимаете? А уже потом тормоз. Вы должны это понимать. Пусть, как говорится, плохой, зато свой. Это тоже хорошая поговорка. А еще есть поговорки. Поспешишь, людей насмешишь. Или вот это. Пожалуйста, оправдывает. Тише едешь, дальше будешь. Кто к нам с мечом придет, тот пусть подождет, пока я собираюсь. Может, уйдет за это время. Семь раз отмерь. И помолчи потом. А, нет, это не оправдывает. Да, извините. Ну, тоже поговорка. Спасибо. Во-вторых, господа, мы в Москве живем или где? Москва суетливый город. Все кого-то спешат, бегут. А Серега не торопится. Понимаете? Серега против системы. Он как Навальный. Понимаете? Поэтому, господа присяжные, вы осудите Серега, вы будете против прекрасной России будущего, к которой никто никуда не спешит. А вообще-то у нас информация такая поступила, что на самом деле ребята не из Москвы, они из Московской области. Понятно? Так тогда не надо ничего доказывать. Там все тормозят. Это ты слишком быстрый. Пиздуй в Москву. Понял? Спасибо. Спасибо. На такой народной скрепе сработал адвокат. Хорошо, прошу вас, господин прокурор. Спасибо большое. Надеюсь. Благодарю вас. Кого? Благодарю. Значит, что мы видим? Серегу это налицо. Переписка. Мы смотрим на Сергея, он выглядит как человек, который опаздывает. Мы все понимаем, что он опаздывает. Но мы встретили непреодолимые преграды. То, что Сергей говорит, я не опаздываю. И если... И это так нельзя. Сейчас что сказали? Я сказал, что так нельзя. Так нельзя. Так что я думаю, что Сергея нужно наказать. Сделать так, чтобы у него был этот электрический ошейник. Какой этот? О, я подобрал уже. И если Сергей опаздывает, то у него взрывается голова. И это научит его никогда больше не опаздывать. Но это научит один раз. И он не сможет больше этим воспользоваться. Да, ну окей. Не придется ждать Сергея, потому что Сергей будет всегда рядом с нами. В нашем сердце? Ну вообще везде. Спасибо. Спасибо большое. Вот что. Последнее слово обвиняемого, пожалуйста. Перед тем, как... Да, вы обвиняемый, кстати. Я не виновен? Да блядь! Как он это делает? Он уничтожил всю мою, блядь, работу! Все равно. Не получилось. Нет, не получилось. Он не приступен. Не получилось и все. Ну давайте посмотрим, как присяжные. Итак, присяжные, уважаемые. Итак, вы, знаете, суть дела. Прошу вас. Кто считает Сергея виновным? Прошу. Спасибо. Кто считает Сергея невиновным? Не больше 10 распиздяев в зале. Это нормальный процент. Видели? Чуть-чуть с запозданием подняли руки. Они минут через 10 подойдут, эти люди. Они пока что на озере сидят. Они на озере. Абсолютным большинством голосов присяжных заседателей признается вина Сергея в опоздании. Теперь только быстро выбираем наказание. Сергею, ну, одно уже предложено, ошейник, который взрывается после на 10 минуте опоздая. А можно другое? Мне это что-то не нравится. Что другое? Наказание. Да, блядь! Как он это делает? Конечно, можно. Я ничего не могу противопоставить ему. Нет, ну, ошейник, так ошейник. Есть какие-то другие варианты? Просто ошейник. Просто ошейник. Просто ошейник. Просто будете сошейник. Можно просто ошейник. Ну, пусть уходит просто. Просто ошейник от блох, обычный. Давайте чуть-чуть пониже. Давайте не будем жестокими. Без поводка ошейник. Давайте так. Просто ошейник. Просто ошейник и все. Просто ошейник. Просто ошейник. И еще такую одежду на зиму, которую собакам покупают. Вот эти мне очень нравятся, когда вот... А, вот эти из латекса, да? Нет. Собакам. Ну? Ну, когда им на лапке вот так вот. Ну? Покупают такое. Да. Вот это, где соски прорезаны, вот это еще. Да нет. Вот это, когда тебе говорят, ты моя собака. Нет. По гавкой. Нет, это нет. Вообще. Я про собак сейчас говорю. Ну? Пожалуйста, принесите ошейник и потом покажите нам, Сергей. Все дела хочется. Спасибо.